Страх Господень и страх Божий. Исайя 11.1.5 У нас сегодня тема будет такая... Вам нужно будет, наверное, что-то вот... Я не знаю, как у вас это в голове сможет зафиксироваться. Это будет немного, но это будет очень важная вещь. Я хочу... Ну, вы... Мы сейчас заложим основания, чтобы эти образы, эти картины, то, что Господь хочет вам открыть, чтобы оно включилось, оно захватилось внутри вас, потому что это объемы информации, которые помазаны Духом Святым. Исайя 11.1.5 Это пророческое место об Иисусе. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня Его, и подчьет на нем, на Иисусе, Дух Господень, Дух Премудрости, Разума, Дух Совета, Дух Крепости, Видения, Благочестия и страхом Господнем исполнится. И будет судить не по взгляду глаз своих, не слуху ушей своих решать дела, но будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестиво, и будет при поясании чрез его правда, и при поясании бедер его истина. Я хочу вам сказать, что страх, вообще понятие страха, Бог сотворил страх в хорошем смысле. Бог сотворил страх как инстинкт для защиты души. Любой страх, который искаженный и не защищает душу от греха, от проклятия, от врага, от злой информации. Это демонический страх и не Божий страх. Дух страха смерти, много разновидностей страхов существует. Страх – это противоположность веры. Но искаженный страх, страх Божий – это инстинкт, который защищает тебя от греха и от преступления. Он вкладывает в тебя ненависть ко всему инородному. Страх Божий – это очень уникальный и драгоценный дар. Я прочитал вам некоторые вещи, и я сейчас вам покажу, откуда начался страх, откуда он пошел. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» – это Бытие 3, 9, 10. И ответил, «Голос твой я услышал в саду и убоялся». Когда человек перестает двигаться в правильном направлении, в его жизнь приходит страх. Страх не Божий, страх сомнений, волнений. Всякий страх он приводит к смерти. Любой страх задуман, чтобы уничтожить человека. Противоположность страха – вера. Вера всегда создает для жизни новые новинки. Вера она всегда называет невидимое, как видимо, а несуществующее, как существующее. Поэтому страх – это искаженный страх, демонический страх. Он начался после грехопадения. И Адам никогда не боялся Бога, никогда не боялся Господа. У него не было одежды. Кто-то говорит, что слава Божия просто одевала его. Я не знаю, но я думаю, что у него проблем с головой не было. Когда у Адама появился страх в сознании, он испугался, и он начал искать, придумывать, что не так. Он голый, ему страшно, ему волнительно, ему что-то неприятно. Адам потерял драгоценный подарок быть в любви, в уважении по отношению к Иисусу, по отношению к Богу, Отцу. Адам вообще потерял подарок бесстрашия. Наверное, так. Он потерял... Ему не нужен был страх Божий, ему нужно было просто любить. Он потерял этот источник любви, и он оторвался, и у него начались... Даже не у него начались, у всех людей по всей земле начались проблемы. И люди... Страх начал входить в... в каждую сферу жизни, в каждый момент жизни, и начались там всякие, как, знаете, как гнилостные процессы. На самом деле Иисус так не планировал. Еще скажу такой... Страх, он напрягает человека. Он, знаете, как в напряжении нету благословения. Иисус хочет, чтобы мы парили, как птицы, чтобы мы наслаждались жизнью, чтобы мы радовались. И в Римлянам 3.10.18 написано, в Новом Завете апостол Павел описывает много мест пророческих из разных мест священного Писания перечисления, что произвел страх, какие проблемы произвело грехопадение. Написано, нет правильного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодный вообще, не делающего добро, ни одного. Ну, тут такая статистика страшная. Горта них открытый гроб, языком своим обманут, ято спидах на губах их, уста их полны злословия и горечи. Если в ваших устах проявляются какие-то злые слова, всякие блин, нафиг, вот эти матерщины, это мат, да. Я же даже не говорю про мат открытый, который идет без прикрытия. Следите, потому что апостол Павел четко говорит, открытый гроб. Жизнь и смерть во власти языка. Выходит смерть, выходит смерть, зачем тебе губить свою душу? Лучше наслаждайся жизнью и ходи в благословение. Благословение лучше. Ноги, даже ноги, мысль, желание, поступок, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают путей мира. И итоговая фраза, нет страха Божия перед глазами их. Я хочу вам сказать, что мы сегодня очень быстро прикоснемся к откровению, которое будет все понятно. Знаете, как этот блок? Ясно и понятно. Будет все ясно и понятно вам про страх Божий. Очень коротко. Я не хотел растягивать. Это можно целые тома писать и рассказывать целые такие длинные истории. Но мы сегодня очень коротко. Дух Святой даст эту инъекцию, которая позволит тебе быть очень... даже принять все недостающие элементы этого Духа. Мы пойдем дальше. Хумасе. Да. Если в человеке нет страха Божьего, трепета, почтения, уважения к Богу, тогда это существо не имеет ограничений на жесткость, зло и самоуничтожение. Человечество, утратив образ Божий, стало продолжением дьявола, потому что весь мир лежит во зле. Иисус провозгласил. Совершилось. Самое главное всегда, что я хочу вам сказать, вы всегда должны помнить одну истину, которая всегда должна у вас, как вот драгоценный бриллиантовый стержень. Иисус за меня умер. Иисус за меня воскрес. У меня были проблемы. Он умер. Он воскрес, чтобы я хорошо жил. И я не хочу подводить Иисуса. Мы уже подводим Иисуса, потому что мы в плоти, мы придумали разные версии, почему мы не можем и так далее. Все понятно. Но Иисус говорит, не уходите от простыты во Христе. Не уходите от простого помазания. Христос означает помазание. Не отходите от помазания, просто позвольте силой Божией и не усложняйте никаким образом благословение вашей жизни. Иисус вернул нам все, что было украдено у Адама. Он сказал, совершилось на кресте. И вместо страха смерти, страх Божий и любовь. Римляне, вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Папа, Папочка. Смотрите, страх Господень. Что это такое? Страх Божий или страх Господень? Сам Иисус в физическом теле человека нуждался в страхе Божьем. Знаете? Сейчас показываю это место. Иисус и произойдет отрасль от корня Исеева, и произрастет от корня Его, и подчет на нем, на Иисусе, дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета крепости, дух ведения благочестия, и страхом Господнем исполнится. Иисус – стопроцентный человек и стопроцентный Бог. Но все, кто живут на земле и имеют физическое, биологическое тело, им нужен страх Божий. В Ветхом Завете обязательно. В Новом Завете добавляется еще одно качество – это любовь. Об этом позже. Теперь разберемся, что такое страх Божий. Смотрите. Дух Господень, и подчет на нем Дух Господень, и перечисляется дух премудрости, разума, совета крепости, ведения благочестия, и последний – и страхом Господнем исполнится. И будет судить не по взгляду глаз своих, не слуху ушей своих решать. О чем это говорит? А страх Господень является седьмым господствующим и главенствующим Духом, который содержит все шесть. Я вам сейчас покажу это. Страх Божий является сокровищем для любого человека. Страх Божий – это драгоценный подарок. За смирением страх Господень – богатство, слава и жизнь. Простые формулы, которые я уже где-то написал. Кто написал в притчах? Кто же в притчах написал? Хорошо. Страх Божий – главенствующий, господствующий Дух из семи Духов Христовых. Первый Дух. Дух премудрости. Божье знание – как действовать. В страх Божий входит Дух премудрости. Он тебе дает сверхъестественное знание – как действовать. Дух разума. Понимание и логика, как это сделать практически. Это такой Дух разумения, который точно дает тебе понимание, как построить эту схему, как сделать первый, второй шаг. Дух совета. Способность взаимодействовать с людьми и совершить, или организоваться, или мобилизовать вокруг себя, мотивировать даже их каким-то образом. Но это Божественный Дух совета. Потому что при множестве советников дело состоится. Значит, советники – это твоя команда, это те люди, с которыми ты взаимодействуешь, чтобы выполнить какую-то миссию, какую-то задачу. И это третий Дух, Дух крепости. Это сила и полномочия власти для выполнения миссии. В страх Божий входит в том числе и сила. Сейчас, мы сейчас придем. Я понял, что я открыл вам такой вход. Сейчас будем разбираться быстро. Дух ведения – иметь образ или концепцию, модель того, что ты хочешь сделать, что тебе надо выполнить. Видение – это концептуальный образ, модель, что ты видишь для выполнения. Это Бог складывает тебя. Он вкладывает разумение и в ведение. В ведение показывает, как оно выглядит. И был такой, веселил, и оголяв, и веселил, и Бог им дал образ того, как построить скинию собрание. Ну, когда Израиль вышел в Египт, из Египта у них была скиния, им нужно было сделать место, где они будут поклоняться Богу. И шестой Дух – Дух благочестия. Знаете, что это такое? Это смиренная, прославляющая Бога честь. Ты смиренный, славишь Бога, но ты не потерял достоинства. Честь и достоинство в тебе работают. Благо, добрая честь, доброе достоинство. Когда вы обратите внимание, что эти качества все находятся в страхе Божьем. Покажу сейчас дальше. Соединю вам, соединю, соединю. Страх Господень – это господствующий Дух Иисуса Христа, обладающий всеми качествами для жизни на земле и в вечности. Апостол Павел говорит, что несчастный тот человек, кто надеется на Иисуса Христа только в этой жизни. А что, будут проблемы в другой жизни? Ну, значит, возможно, будут. Будет тысячелетнее царство, потом на короткое время дьявол будет отпущен, и кто-то из тех, кто уже был в тысячелетнем царстве, кто попал туда и был взят с земли, каким-то образом они будут прельщены. Это будет последняя чистка, последняя фильтрация, и потом начинается вечность. Да, все сбрасывается в ад. Кто-то говорит, ад вечный или нет? Я задаю вопрос. Вечный только Иисус. Ад когда-нибудь уже, по милости Бога, просто будет подымить, подымить и нейтрализует его. Ну, потому что он не нужен. Ну, так. Зачем мучиться? Будьте сострадательными. Будешь мучиться всю вечность. Я не утверждаю этого, но я просто, брат, уничтожил бы, не мучил бы людей. Господи, по милу. Ну, ладно, идем дальше. Ну, это мое... Ну, может быть, я... Ну, как бы... Ну, слишком... Это мое личное желание. Это мое личное желание. Ну, у вас у всех, может быть, свое желание, но оно не должно противоречить священному писанию. Я не хочу, чтобы ад... Мое личное желание, чтобы ад не был вечным. У меня тоже такое желание. Кто туда попал, выбраться не могут. Так? Так. Все, для них конец. Значит, души будут расщеплены, нейтрализованы и исчезаны. Будут страдания, будут... Ну, что будет, я не знаю, но эту тему давайте мы... Мы идем дальше. Это не наша тема. Это не наш... Это не наш... Фокус внимания. Для праведников страх Господний, страх Божий, это Божий Дух, Дух Христов, помазание и защита, благословение к жизни, качество хранить и защищать, и благословлять. Для правильного человека, для человека правильного, страх Божий делает, подсказка, почти все то же самое, что и Дух Святой. Я заметил, что Дух Святой и страх Господень, они почти идентичны. Я вам это покажу. Это очень важно. Потому что, когда мы примем... Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, но Иисус хочет открыть нам еще грани, которые являются системой безопасности, и Дух Святой дан нам для чего? Чтобы мы могли быть христианами, способными выполнить миссию. Вы здесь? Или уже мозг начал? Хорошо, пока тут. Идем дальше. Для нечестивых страх, гнев уже смерти. В них нет страха Божьего. Поэтому делать грех с ненасытимостью. Кто не размышляет о теле Господнем в страхе Божьем, тот подвержен страху смерти. Когда ты находишься здесь, я скажу такое слово, это как долговое обязательство, ты должен не бояться дьявола, ты должен уважать Бога. И не размышляй, когда ты находишься в теле, не размышляй о грехах. Не размышляй о проблемах. Не размышляй о том, чем дьявол хотел тебя разрушить. Размышляй, когда ты в теле о самом лучшем, что Иисус для тебя приготовил, что Папочка приготовил для тебя, что Дух Святой приготовил тебя. Когда мы в теле, размышления о смерти должны закончиться. Потому что в теле все благословлены. В теле сердце не доказывает достоинство почкам. В теле для всех движется благословение. А мы в теле Иисуса. Иисус голова, мы тело, и в теле все благословлены. Но Дух Святой, страх Божий подсказывает, может быть, надо покаяться. Возможно, надо покаяться. Нужно покаяться. Дух Святой обличает. И Он не обличает так, чтобы тебе стало тошнить или стало плохо. Он обличает так, чтобы тебя не угасить, чтобы тебе не надо было долго потом восстанавливаться и не было депрессии после какой-то ошибки, куда тебя дьявол пытался затащить. Вы поняли, да? Дух Святой, Он не желает угошать нас. Он знает, сколько времени нужно, чтобы нас восстановить. И Он ни в коем случае не хочет, поэтому не хочет нам создавать каких-то тяжестей, потому что, находясь в этом мире, мы живем в сплошных... Ну, дуристика везде, странности везде. Но когда ты в теле, расположи свои мысли у меня, когда я в Доме Божьем, когда мы в собрании, у меня, каждая сфера моей жизни, все хорошо. Ты слышал? Когда ты находишься здесь, у тебя в голове, какая-то мысль пришла, у меня в этой сфере все четко и хорошо. Пришла какая-то мысль, у меня в этой сфере все четко и хорошо. У меня там решено от Иисуса, без моих сил, потому что Иисус меня любит. Вы знаете, в чем привилегия семьи Божьей? Потому что ты сюда пришел, все вопросы решаются автоматически. Что это у вас за такое собрание? Легкую жизнь себе устроили? Огонения, острадания, кровь обиенных под жертвенником. Господи помилуй. Кто в теле Иисуса, они чтут главу, то есть голову, Господа Иисуса, и получают страх Божий. Когда ты в теле, страх Божий хочет войти в тебя. Не страх демонический, не страх смерти, не страх ужаса, а страх Божий. Иисус избавил нас от страха смерти, потому что всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2.15. В Ветхом Завете страх Господень, Дух Святости от Бога. Смотрите, очень вот такая вещь хочу сказать. Вот представьте себе, вы в Ветхом Завете, там люди Духа Святого не очень-то знали. Там по-другому как-то все. Там был страх Божий. И люди в Ветхом Завете этот Дух, он не входил в человека, он был на человеке или возле человека. Страх Божий был, он не входил. Там написано было «Учи страху Божьего детей откровением Священного Писания». То есть, людей нужно было наставлять, обучать страху Божьему, объяснять, что это такое, как уважать. Но я не очень-то знаю, как это вообще можно объяснить ребенку, страх Божий. Уважение к родителям. Не воруй. Говори спасибо. Будь внимательным по отношению к людям. Но дети, они, я не знаю, как это, ну я знаю, как это, но это нужно быть очень-очень мудрым родителем, чтобы такие вещи ребенку объяснять. Чтобы он с детства научился быть благодарным, это все элементы страха Божьего. Мудрым, любящим, я не знаю, как это возможно. Но я хочу вам сказать, что это Дух. Страх Господень, это господствующий Дух. Страх Божий это господствующий Дух и полноту Его нам нужно будет сегодня проглотить, принять в себя. Страх Божий. Кумащикоробосу. Для неверных, для неверных страх Господень, как страх и Дух смерти, а для святых как Дух жизни и благословения. Если страх Божий, если ты начнешь что-то делать, представьте себе такую картинку. Если ты начнешь что-то делать и у тебя вдруг появится враг, ну, который против тебя, ты знаешь, что должно быть, произойти? Он должен быть в ужасе. Сейчас скажу. Помните, на прошлом служении я говорил одно такое упражнение. Если ты говоришь что-то против меня, но неверующий человек, между мной и этим человеком Иисус, он говорит на Иисуса. Если он делает добро Иисусу, он делает мне, значит, он делает Иисусу. А я получаю от Иисуса уже как бы все, что надо, без вопросов. И я понял одну такую вещь, что если кто-то будет противостоять, хитрить и что-то делать против тебя, а между тобой Иисус, он делает против Иисуса, он не устоит. Он падет. Я говорю не о верующих людях, когда какая-то конфликтная ситуация, что нужно разобраться своим сердцем. Я говорю, что нечестивый человек, какой-то с мира, как, вы знаете, как в Ветхом Завете, и напал на них страх Божий, убоялись, и когда они вошли, израильтяне уже входили в обетованную землю, эти огромные люди, они были в шоке, они уже были в страхе. На нечестивых страх Божий работает уничтожающий. Все, кто в этом мире, демонические люди, если они не покаятся и будут противостоять тебе, они падут. Через сколько времени? А? Через сколько времени? По вере вашей. По вере вашей. Но я скажу вам так, смотрите. Во-первых, Иисус не хочет, чтобы кто-то погиб. Первая ваша задача – молиться, чтобы они были спасены. Я молюсь иногда так. Если он не спасется, не хочет и никогда не спасется, акт умертвления. Умертвление. Но если не спасется, не отмечен он. Но это с Иисусом надо решать такие вопросы. Не спасется, значит, на утилизацию, обнуление. Что? Надеется, а вдруг все-таки покаяться. Ну тогда у вас есть надежда еще, значит, надежда умирает после... Вот. Значит, если вдруг, значит, надо молиться. Вдруг. Это сомнение хорошее. Это не вера. Это не вера. Вот. Поэтому если... Послушайте, я не говорю, что мы должны как-то относиться уничтожающих к людям. Иисус не сказал, чтобы мы производили какие-то процессы к смерти. Иисус говорил, чтобы мы производили действия в жизни. Я еще раз вам говорю, если есть какое-то противостояние, нечестивые люди, какие-то у них претензии, они не хотят ничего слышать и слушать, то тогда включается страх Божий, они должны быть в ужасе. Я задаю вопрос, от кого, кто нажимает на кнопку страх Божий? Если ты не нажмешь на педаль на кнопку страх Божий, страх Божий не включится по отношению к этим людям. страх Божий включается по твоему требованию. У нас на работе есть молодые, пару человек. Вот они Боги вообще не хотят слушать, для них это того, это даже когда начинаешь о Боге их трусить, они начинают материться, они не выдерживают этот снов. Сколько лет? Молишься, молишься. Одной 35, а другой 28. А для них Бог это все, они готовы и начинают понимать, что знали, что я с Богом, они клевещут, они не могут пережить. Как вот они не знали, они вот такие разрешили бы, как узнали, что он начал о Боге говорить. Думаю, что такое? Они ненавидят Бога, они сказали, мы не ненавидим. Правильно, вы правильно говорите, но я хочу... Нет у Бога, они сказали, Бога нет. Понятно, смотрите, 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 вы поймите еще один такой вид. Эти люди демонические, демонические, они не демонизированы, они одержимы. И бесы не дают... Если мы сейчас отключим дьявола, все люди побегут к Иисусу. Все будут плакать и просить у Него прощения. Все. Вот сейчас отключить и все. И все прибегут. Эти люди, одержимые бесом, значит, нам нужно применить власть, связать бесов. Может быть, не все сделано. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Именем Иисуса не дано власть забрать, запрещать, изгонять, связывать, развязывать, благословлять. И даже написано, на кого простите, тот прощен будет, на ком оставите, тот и так далее. Но другой момент сказано, обличили ли вы их, что они грешники, нечестивые, они идут в ад. Кто увидит грешника и не скажет ему о грехе его, это проблема. Кто не сказал. Тут нужно... Это юридический момент. посадить кого-то в ад. Прежде чем посадить в ад, сделай все возможное. Господи, помилуй. Чтоб не это, да, чтоб все делать, как и надо, в Духе Святом. Своим добра, все-таки молодые, совсем не счастливые. Ну, молодые, значит, мы помолимся сегодня за них, напомните. Аминь. Дух Святой, Дух Истины, Дух Христов, Дух Иисуса, это внутреннее содержание божественного характера, действующее в человеке через человека. В Новом Завете страх Господень, он уже работает как Дух Святости, как Дух, Дух Христов. И он входит в тебя, в Новом Завете, уже в тебя, и он находится в тебе, а не на тебе, или рядом. И написано, что вы храм Бога Живого. Сказал Бог, и я перевел от лица Бога в настоящем времени, потому что там в прошедшем времени. Вселился в вас и хожу в вас, я ваш Бог, и вы есть мой народ. Иисус, написано, вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут, я буду их Богом, они будут моим народом. Я написал так, вселился в вас, хожу в вас, я твой Бог, ты есть мой народ. Иисус говорит в настоящем, Иисус здесь. У нас все здесь в настоящем времени. Мы не говорим в прошлом, мы не говорим, что это будет, не будет. Если я сказал, вера, она говорит, сейчас и здесь это аминь. Аминь означает совершилось и есть. Мако боши коро, аминь. Определение страха Господня. То есть, есть разновидности характеристик страха Господня. Первое. Страх от греха. То есть, страх смерти. Существует такой, страх от славы Божьей. Это второе. Вынужденное уважение всемогущему, всесильному Богу. Даже неверующие люди имеют страх Божий. Каким-то образом, я называю, что даже страх Божий это величайший дар, в том числе и для неверующих. Дар, это очень дорогой подарок. Очень дорогой подарок. Страх Божий это дорогой дар. Это драгоценный дар. И третий. Страх любви к Иисусу. То есть, прощение, милость, любовь, дружба, благословение. Это там, там больше трепет, там больше нежность. Это не, это, знаете как, это больше не страх смерти или страх перед Богом. Это очень аккуратные, взаимоотно... Это, наверное, страх разрушить отношения, страх навредить. Это когда ты все продумываешь заранее, чтобы не случилось, чтобы дружба не поломалась, чтобы отношения не ухудшились. Это первый страх от греха, второй страх от славы Божьей и страх от любви к Иисусу. Дух Господень является Духом Божьим, обладающим такими же качествами, как и Дух Святой, только адаптирован для несовершенного человека. Еще раз читаю. Дух Господень, то есть страх Господень или Дух Божий обладает теми же качествами, что и Дух Святой, но адаптирован для человека в физическом теле и для жизни на земле. Ну ладно, ничего страшного. Ладно. Я хочу вам сказать, что Дух Святой и страх Господень или страх Божий это очень, я вам скажу, такое смелое заявление, но это идентичные духи. Это один и тот же дух. Но принимая страх Божий, ты принимаешь ту грань, которая тебе была непонятна в Духе Святом. Страх Божий работал в Ветхом Завете, но страх Божий нужен в Новом Завете, как и любовь. Любовь, она ревнует, а ревность – это страх потерять. Ревность – это хороший элемент, если он направлен в правильном русле. Поэтому в отношениях с Иисусом это больше не то, что страх, это вот такое трепетное отношение, чтобы мои отношения с Иисусом не были хоть как-то затемнены какими-то вещами. И следующий момент. Иисус хочет, чтобы мы не только думали, как сохранить, но мы просто расслабились и просто любили Иисуса. Дух Святой – это дух любви. А страх Господень – это господствующий дух уважения и почтения к Иисусу. Но это все одинаковые, это одинаковые, это один и тот же дух, который является Духом Христовым, Духом Божиим. И страх Божий входит в характеристики Духа Святого. Я сейчас еще раз прочту характеристики, которые… Дух Премудрости. В Духе Святом есть? Есть. Разума? Есть. Дух Совета, крепости, ведения, благочестия – это все есть в новозаветном Духе Святом. Но страх Божий создает в тебе способность… Знаете, люди, когда согрешили, они стали полуживотными. Появился животный страх. Но даже животные могут быть подвергнуты страху Божьему. Знаете, они трясутся, они прижимаются к земле животные, они чувствуют Бога. Это страх Божий. Так вот, страх Божий хочет прикоснуться и к верующим, и к неверующим. Есть люди, которые продолжают грешить, будучи верующими и христианами. Им нужен страх Божий. Есть люди, которые любят Иисуса. И я заметил, что когда человек чуть-чуть расслабляется, он легко может согрешить. Когда он в активных действиях все расслабился чуть-чуть, опа, ты же хороший, ты нормально. Так вот, тут нужен страх Божий. Страх Божий, знаете, он включает в нас какой-то животный инстинкт, чтобы мы свою плоть гнали к Иисусу. Иди, поэтому мы сегодня взяли свои души, как погремушки, и сказали, душа, говори Иисусу слава, халлилюя, халлилюя, халлилюя. Печальных песен сегодня не будет, ты и я. Это не печально, я просто говорю, слейся с Иисусом, слейся с Иисусом, слейся с Иисусом. А тут просто прыгай перед Иисусом и позволь, отдай свою душу, пусть она шумит для Иисуса. Не шумит какой-то мусор там, что не так. А Иисус, я тебя люблю, ты мой самый лучший, я тебя обожаю, я тебя обнимаю. Хорошо. Так. В человеке, рожденном от Святого Духа, изменена природа Адама в образ Иисуса. Страх Божий вернул в тебя все, что было украдено у Адама. Адам испугался, пришел страх. Ты знаешь, с этого дня ты можешь направить все, все, слово невозможное говорит о том, что возможно, не убираешь. Но слово страх говорит, что ты его можешь перевернуть и сказать, не страх, а я верю, что будет наоборот. Страх говорит, у тебя не получится, это безысходная ситуация, у тебя даже нет психических сил, у тебя нет энергии противостоять. А ты говоришь, а я верю в Иисуса, все могу в укрепляющем. Эта ситуация в мою пользу опять будет. Я ничего не теряю, я ничего не проигрываю, потому что Иисус во мне. Кто может противостоять, если Иисус в тебе? Ну, никто. Это невозможно. Это невозможно. Вы чувствуете, мы в теле? Тело там заканчивается. Ладно. Ну, мы излучаем, мы светим в городе. В городе сейчас светло. Хорошо. Хамаши. Страх Божий имеет функцию отдалить, предупредить об опасности, от лжи, от преступных мыслей, навязанных дьяволом. Страх Божий подобен предохранителям, срабатывающему в режиме опасности. Страх Божий это система безопасности, чтобы в твою жизнь не вошла какая-то, ну, то, что может повредить тебя, то, что пытается навязать тебе, ну, какие-то неправильные вещи. Страх Божий это щит, это защита, это ограждение, это безопасность. Аминь. Да. Благословляем спектакль. В Новом Завете, в Новом Завете этот дух, мы сейчас будем молиться, чтобы этот дух, вы сейчас его почувствуете, мы будем говорить сейчас конкретно об этом духе, как вот реальной действительности. Мы сейчас, сейчас. В Новом Завете страх Божий подобен, да. В Ветхом, в Новом Завете усиливается силой, страх Божий усиливается силой Божьей любви Иисуса и Духа Святого в святости. Страх Божий, в страх Божий добавляется способность любить и быть святым. Но в Новом Завете это уже совсем, оно начинает в нас становиться, какие-то... Я вам скажу такую вещь. Это конкретный дух. Написано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и так далее. И он наставит вас на всякую истину и так далее. И он знает волю Божью и ты можешь Духом Святым молиться. Я хочу вам сказать, мы не знаем того мощного, могущественного Духа Святого и о тех гранях. Мы думаем, что он лапочка, что он постоянно летает голубем и так далее, и так далее. Дух Святой намного могущественнее, сильнее, просторнее, обширнее и, я скажу, как бы производительнее более, чем мы можем думать или мечтать. Хорошо. Страх Божий это великий дар, который могут опознать и принять, но не все. Вы знаете, что очень много людей, которые просто не обращают внимания на такие вещи. Страх Божий может быть просто рядом, проходить с тобой, рядом быть, но человек может просто не обращать на него внимания, просто пропустить. Страх Божий это подарок, это сокровище, а сокровище иногда как-то положено так, что не сразу заметно. Подарки под елкой ставят, чтобы ребенок нашел, но он должен его найти. Страх Божий не прячется от нас никуда, но он где-то совсем рядом. И это серьезная грань Духа Святого. Мако Щироко. Страх и ужас приходят на беззаконных и врагов. Страх Господень это символ праведности и силы Божьей. Нечестивые бесы боятся того, за кем стоит Бог. У человека Божьего сила и власть, бесы уважают и боятся силы. Когда у тебя сила, бесы в тебя боятся. Когда ты в немощи и разобраны по частям, ты не знаешь, где ты оставил себя. Иди собери себя по частям, как то оружие и скажи Господь, я люблю тебя, я славлю тебя. Когда ты так говоришь, сразу свет включается, а тьма, она всегда боится света. Так, пропускаем. Страх Божий действует как уважение, почтение, честь, достоинство и благородство. Страх Господень по отношению к Петру, Марии и к Павлу. Вы знаете, что на всех их воздействовал страх Божий. К Петру страх Божий воздействовал так, что он сохранил любовь к Иисусу. Это страх Божий работал. Он отрекся, и Петр стал уже как животное. Человек во грехе, он как животное, он уже страшится, боится. Но когда страх Божий сошел, когда Иисус был напротив Петра, страх Божий сошел, и этот дух восстановил внутри Петра способность любить и быть верным до конца. Этот дух сработал. Это не просто Иисус ходит, этот дух Христов через Иисуса сработал дух. Аминь. Через Марию. Страх Божий. Какая Мария была? Она была, тогда не было Нового Завета, тогда откровения получать было очень сложно. Но когда сошел страх Божий на Марию, он благословил ее верностью. Это качество Духа Божьего, это страх Божий сошел. И она, когда у человека страх Божий, он предать не может, он биологически, физически, он уже как запрограммирован на верность, на благословение. Что произошло с Павлом? Когда он испугался, на него сошел реальный страх Божий, он был противником Божьим, и страх Божий сделал его послушным. Одно прикосновение страха Божьего навсегда изменило человека и сделало совсем другим. Мы подводим итог. Маку Широ Ло. Как вы себя чувствуете? Мы сейчас будем молиться о том, чтобы этот вы... Я постарался выделить этот Дух в особую такую атмосферу, в особую личность. Я когда подводил итоги, я понимал, что Дух Святой обладает всеми качествами страха Божьего. Дух Святой обладает такими уникальными качествами, которые мы, может быть, даже не понимаем сегодня, по причине, по разным причинам. Я хочу, чтобы мы сейчас молились. Страх Божий это такое трепетное и любящее отношение к Иисусу, которое очень драгоценна. И о страхе Божьем никогда нельзя говорить с осуждением, потому что это сразу отравит всех и все. Страх Божий это Дух, Господствующий, Божественный Дух, и Он, Иисус, нуждался в этом Духе. И почил на Нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, совета и крепости, ведения и вы говорите Дух Господень в начале, а в конце написано и страхом Господнем исполнится. То есть Дух Господень это Дух Святой, а страх Божий это тот же Дух, но в какой-то другой, в каком-то другой грани и полноте. И нам нужно сегодня, мы сейчас будем молиться молитвой о том, чтобы и Дух, и Душа, и даже тело были пропитаны страхом Божьим. Аминь. Если у вас есть какие-то вопросы или может быть что-то ну как бы все нормально? Да. Спешишь куда-то? Нет. остановите время в своих мозгах. О, макасико. Давайте 30 секунд будем просто в полной тишине. в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Просто расслабься. Просто будь самим собой. Никуда не спеши. Позволь Иисусу сейчас. Духу Святому. просто наслаждаясь будьте как дети. Комнаты. Я вам говорю если вдруг появляется какая-то вещь не получится не работает опасный страх сразу переворачиваете наоборот у меня получается у меня все хорошо в мою жизнь приходит то чем я мечтала и все это есть сейчас Кипо Широ Кумаси Просто расслабьтесь выпустите воздух никуда не спешим воздух отдыхаем висусе висусе Скоро город изменится. Он уже изменился. Первое. Дух любит. Душа учится любить и уважать, а тело служит страхи Господням. Дух любит, душа учится любить и уважать, а тело служит страхи Господням. Посвящение. Давайте мы встанем на ноги. Чтобы человек перестал быть демонизированным животным, в него должен войти страх Божий, сила Божьей любви, Дух Господень, Дух Христов, Дух Святости, Дух Святой. Я прочту сейчас вам это посвящение, чтобы вы знали, чтобы оно было осознанным. А потом мы повторим вместе. Хорошо? Да? Иисус, я признаю Тебя Господом и Богом в моей жизни. Иисус, пока не просто мы ознакомливаемся с текстом. Иисус, мой Дух, Твоя собственность. Дух Святой, освети и займи все сферы в Моем Духе. Иисус, моя воля посвящается только Тебе. Иисус, моя душа принадлежит Тебе. Во мне есть страх Господень, ненависть ко злу и любовь любить Тебя и людей. Иисус, я смиряюсь в страхе Божьем и действую во мне. Я принимаю в душу благословение страха Божьего, богатство, славу и жизнь Христову. Иисус, мое тело принадлежит Тебе. Ты во мне. Страх Господень отгоняет меня от зла. Прилепил меня к Тебе, мой Иисус. Я люблю Тебя, драгоценный Папочка, любимый Иисус и чудесный Святой Дух. Аминь. Вот такая молитва будет. Это для Духа, Души и Тела. На все сферы. Когда мы будем сейчас молиться, позвольте страху Божьему конкретно входить в вас как Дух, как Личность. Конкретный Дух. Чтобы вошел в вас конкретно Дух Святой в вас. Но есть грани, которые должны просто согласиться внутри Тебя. И нам нужно впустить в себя те элементы, которые были непонятны. Когда свет, приходит откровение, оно как свет. Оно освещает нас и входит в те уголки сердца, души, личности, памяти, воображения и других частей личности. Входит как откровение, как сила, как полнота. Аминь. Я объяснил, чтобы это было понятно. Ясно и понятно. Аминь. Посвящение. Иисус, я признаю Тебя Господом и Богом моей жизни. Иисус мой Дух. Твоя собственность. Дух Святой. Освяти и займи. Все сферы в моем Духе. Иисус, моя воля посвящается только Тебе. Иисус, моя душа принадлежит Тебе. Во мне есть страх Господень. Ненависть ко злу. Любить Тебя. И любить людей. Иисус, я смиряюсь в страхе Божьем. Действуй во мне. Я принимаю в душу. Благословение страха Божьего. Богатство. Славу. Жизнь Христову. Помазанную жизнь. Помазанную жизнь. Иисус, мое тело, принадлежит Тебе. Ты во мне. Страх Господень. Отгоняет меня от зла. И прилепил меня к Тебе, мой Иисус. Я люблю Тебя, драгоценный Папочка. Любимый Иисус. И чудесный Дух Святой. Аминь. Аминь. Хамаши коробосе. А теперь просто согласись с тем, что страх Божий в Тебе есть. Страх Божий в Тебе есть. Страх Божий пасет душу, чтобы она не шла к греху. Духу не нужно бояться. Духу нужно любить. А тело, оно как животное. Оно как от огня. Страх Божий, как огонь, который отделяет Тебя и не позволяет Тебе грешить. Хочу вам еще сказать, присаживайтесь на одну минутку. Хочу вам еще одну вещь сказать. Я сказал о том, что откровение, оно входит, создает все, что для тебя нужно. Но если ты не будешь блюстить и хранить свое сердце, дьявол попытается это все сбросить температуру, чтобы ты забыл, чтобы это превратилось просто в информацию. Я очень хочу, чтобы мы сейчас уважали не просто Духа Святого, а Духа Божьего, который находится в Тебе как драгоценность, как дар, как сокровище, как подарок. Вот просто это, чтобы хочу Иисус, я ставлю защиту, Дух Святой храни меня, страх Божий, просто будь этим охранником, который просто создает систему безопасности, чтобы никакие страхи, никакие волнения, никакие переживания, никакая печаль, никакая боль не могла прикоснуться. То, что пришло в мой дух сейчас, я хочу сказать вам, все люди, когда человек становится христианином, у него уже больше нет проблем, как у мирских людей, в любой сфере. Но если человек отождествляет себя каким-то образом с этим миром, он начинает этому демоническому миру подражать, и у него начинаются те же проблемы, как у всех людей. Ты не такой, как все. Ты в теле Иисуса. У тебя и у меня должны происходить совсем другие события и обстоятельства. Не как у всех, а только самое чудесное и сверхъестественное. Если в твоей голове стоит какая-то блокировка, ты долго борешься с какой-то ситуацией, не борись больше, закончи это все. Просто принимай и славь Иисуса, сделай из своей души. Тело – это оболочка, а душа – это погремушка. Греми, Иисус, шуми, Иисус, шуми, как шум вот многих. Я славлю тебя, Иисус, я люблю тебя, я прославляю тебя.